Исследовательская группа от ДИТЭК – первая компания в регионе, которая стала резидентом инновационного центра Сколково. В этой комнате участники проекта – все выпускники ивановских вузов. Именно им пришла в голову рабочая и уникальная в своем роде идея производить внешние ортопедические устройства, проще говоря, ортезы, которые используют вместо гипсов. Ниша эта относительно свободна не только в регионе, но и во всей стране, поэтому у компании почти нет конкурентов. Более того, мы являемся, наверное, такими опасными конкурентами для рынка ортопедических изделий, потому что наши изделия сейчас в шесть раз дешевле любого рыночного аналога. Второй этап – более сложный технологический этап. Мы сами понимаем, что тянуть не можем. Нам необходимы ресурсы интеллектуальные, нам необходима инженерная база. Мы с ним пошли в Сколково и мы стали резидентами, нашу идею поддержали. Компании принадлежит идея производить 3D-принтеры, на которых ортезы и будут печатать. В сфере интересов производителей – корсеты для лечения патологии позвоночного столба детей и взрослых. Идея объединила 3D-печать, инженерное и математическое моделирование, а также исследования ведущих экспертов отрасли. При изготовлении наших изделий мы стараемся нивелировать влияние факторов окружающей среды, стандартизировать ряд подходов, при этом сохраняя очень важные персональные особенности, которые получают отражение в индивидуальных размерах, учетах мышечного поверхности, то есть рельефа сегмента, на который применяются наши изделия. Поэтому мы считаем, что именно такой индивидуальный подход к каждому пациенту, только он позволит достичь достаточно качественного и хорошего результата лечения. В мастерской компании три поколения разработки. С такого начинали. В 2018 году печатали небольшой ортез несколько часов. Сейчас, усовершенствовав технологию, справляются за считанные минуты. Продумали и логистику для всей страны, и, конечно, выгоды для потребителей, чаще всего медицинских центров. Основная задача врача при работе с данным устройством, собственно говоря, совершить заказ, то есть произвести правильные замеры на пациенте, на травмированной части, внести данные через сайт, то есть это онлайн-платформа, что сокращает и время, и более удобно для врача. И через определенный период времени, когда будет изготавливаться изделие, ему придет уведомление о готовности изделия, после врач производит наложение, то есть последующая фиксация. Также ортез можно корректировать в зависимости от типа лечения и периода времени. Эта логистика не займет более двух-трех часов, и изготовление такого корсета займет примерно такое же время, что позволит в день делать несколько таких изделий, учитывая, что эпидемиология этих проблем очень широка, довольно много пациентов с данными заболеваниями имеется. Это позволяет говорить о том, что, возможно, это будет действительно успешный бизнес. Изделия зарекомендовали себя хорошо, по всей стране разошлись больше тысячи штук. Учитывают разработчики и мнение пациентов, чутко реагируют на их замечания и вносят в изделия изменения. Вообще, заперсонифицированной медициной будущее. К мобилизации, благодаря этим ортезам из низкотемпературного пластика, индивидуальный подход. В ближайшее время мы планируем выйти на переговоры с нашей медакадемией. Мой альмаматор для того, чтобы попытаться, скажем так, получить хорошую авторитетную площадку для проведения клинического исследования наших изделий, как ортезов, так и корсетов, для, скажем так, усиления медицинской и научной составляющей нашего проекта. Статус участника центра «Сколково» позволит получить доступ к экспертизе и оборудованию мирового уровня. Также есть ряд налоговых льгот и возможность получать финансовую поддержку за счет грантов. Компания уже вышла на российский рынок и продано 8 франшиз в планах за границей. Несколько регионов, в основном Сибирь, это Новосибирск, это Томск, Барнаул, Кострома, город Ковров, если рядом. И, конечно же, город Иваново. Здесь не франшиза, здесь наш собственный комплекс стоит. И для нас этот регион является тестовым. И сейчас мы готовим все документы для первой поставки увидеть нам. Здравоохранение в нашем регионе – важная точка роста. Губернатор неоднократно отмечал, что хочет сделать из Иваново центр, в который будут ездить за медицинской помощью со всей страны. Разработка исследовательской группы может в этом помочь. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.